Неделя на Данум. Напомним о важных и интересных событиях в студии Анастасия Натальевич. Здравствуйте! Границы России и Украины больше не линия. На асфальте на улице Дружбы народов Чертково установлено ограждение. Закладка урожайного рекорда. Сев озимых на полях Родионово-Несветайского района. На кооперативы-гранты, на технику-субсидии. О поддержке сельскохозяйственных предприятий говорили на совещании «Аквакультура Юга России». Удивительное животное на входе в зоопарк новым сотрудником стал робот-кассир. Обмен голами за полторы минуты. Футбольный Ростов сыграл в ничью с Уралом и идет в чемпионате вторым. Возраст 80 лет, готовность к труду и обороне полная. Ростовчанка сдала нормы ГТО на золотой значок. Сразу десяток олимпийских чемпионов на празднике прыжков в высоту в шахтах. Их собрал чемпион игр в Пекине Андрей Сельнов, завершивший свою карьеру. Такую музыку редко где услышишь. Юрий Башмет открыл свой фестиваль в Ростове Шубертом, Глазуновым и Брухом. Вторая декада сентября оказалась богата на культурные события. На полях Сев-Азимых новобранцы готовятся служить в армии. Совсем скоро призыв. На Дону осень. Хотя все еще тепло по летнему и осенние дожди обещают только с понедельника. Итак, чем запомнилась эта неделя на Дону? Российские пограничники поставили инженерное ограждение на разделяющей Россию и Украину улице Дружбы народов Чертково. Теперь местные жители привыкают жить по новым правилам, строго соблюдая условия пересечения государственной границы. Улица Дружбы народов – самая известная в поселке Чертково. Именно по ней проходит граница между Россией и Украиной. Причем до недавнего времени рубеж этот был чисто формальный. То есть жители и российского Черткова, и украинского мелового, конечно, знали, что осевую линию дороги переходить нельзя, за ней другое государство. Но недавнего времени участились провокации со стороны сопредельного государства. И российским пограничникам пришлось границу четко обозначить. До установки градительного забора существовала высокая вероятность нарушения государственной границы на данном направлении как транспортными средствами, так и в пешем порядке. В связи с тем, что государственная граница, как вы видите, проходит непосредственно по середине данной дороги и препятствовать нарушению государственной границы было крайне тяжело. Есть и еще плюсы установки забора. Раньше для прохода и проезда по улице Дружбы народов нужно было предъявить паспорт со здешней пропиской российским пограничникам. Теперь же в ближайшие дни пункты пропуска уберут. И ходить, и ездить здесь сможет любой желающий. Ездить, кстати, тоже станет легче. Администрация района сразу после установки забора начала строительство отдельной дороги, ведущей на улицу. Первый этап мы уже прошли, обеспечили проезд между пунктами пропуска, международным пунктом пропуска Россия-Украина. Там мы отсыпали на сегодняшний день щебеночное покрытие. Сейчас идет заготовка материала для обустройства улицы Дружбы народов. И думаю, до конца года мы справимся с этой работой. Легче добираться будет не только местным жителям, но и специальным службам, которые до этого зачастую не могли доехать до нужного места. До этого нам приходилось проезжать два пункта. Российская сторона была беспрепятственна. На украинской стороне были задержки с проверкой документов, осмотром машин. Впрочем, некоторые местные жители установкой забора, конечно, недовольны. Это понятно. Русский человек к переменам вообще привыкает с трудом. Ничего, уверяют пограничники, со временем у всех придет осознание, что это для их же безопасности. Елена Оребжанова, Иван Полехин, Николай Андреянов. Дон, 24. Чертковский район. 3800 новобранцев из Ростовской области отправят служить в осенний призыв. Эту цифру озвучили на этой неделе на инструкторском методическом сборе в Батайске, где родители призывников, помимо прочего, заверили, служить в российской армии безопасно и не нужно этого избегать. Сборы военкомов, членов призывных комиссий, родителей, журналистов начались подведением итогов весеннего призыва и постановкой задач на осенний. Если весной традиционно идут в строй около 5000 новобранцев, то в осеннюю кампанию второй год подряд призывается 3800. И по словам главного военкома области, после окончания вуза или техникума, парни все чаще выбирают три года службы по контракту взамен одного на срочной. Такая возможность появилась в 2017-м. Многие ребята сейчас, поступив в высшее учебное заведение, тоже имеют широкий выбор для того, чтобы стать военным в запасе. Как солдатам, как сержантам, так и офицерам. В наших учебных военных центрах, на военных кафедрах, в четырех учебных заведениях они становятся военными. Зам губернатора Вадим Артемов отметил, важно мотивировать молодых людей, объяснять, что служба в армии безопасна. Для этого и проводится такой инструкторско-методический сбор с журналистами, общественниками и родителями. Здесь поднимают вопрос и об уклонистах. В этом призыве их насчитали больше тысячи. В прошлом году было полторы тысячи. Вот задача сегодня призывным комиссиям правильно организовать работу, достучаться до каждого. Ну и, конечно, важным элементом в этой работе является поднятие престижа военной службы, военно-патриотическое воспитание, взаимодействие с советами-ветеранами, развитие шефских связей и так далее. Ростовская область уже не первый год в лидерах и по числу новобранцев, и по информационному взаимодействию с Минобороны. По итогам 2017-го регион занял первое место в ЮФО и СКФО по организации военного учета. Лучших результатов добились военкоматы Азова, Волгодонска, Шахт, Азовского и Октябрьского районов. По поручению губернатора им вручили награды. Юлия Сурикова, Николай Андреянов, Дон-24, Батайск. Беспилотник в виде цель, танки и БМП поражают. По такой схеме идут учения мотострелковых и танковых подразделений на Кадамовском полигоне. Они проводятся ко дню сухопутных войск, отмечаемого 1 октября. Найти противника помогает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Установленная на нем камера передает данные на экран в наблюдательный пункт. 5 литров бензина в баке на 10 часов беспрерывного полета. Металлическая птица готова к работе. Пара секунд и беспилотник в небе. Высота над военным полигоном 5 километров. Все, что видит, передает на землю в онлайн-режиме. Такой аппарат может охватить территорию в 500 километров, что неоценимо для танкистов и артиллеристов. Это позволяет снизить время выполнения огневой задачи. Повышает точность огня и снижает расход боеприпасов. Расход боеприпасов снижается втрое. Все цели с неба виднее, и промах после такой коррекции практически невозможен. Цепочка последовательных действий беспилотника, наземного наблюдательного пункта и стреляющих танков или пушек называется разведывательно-огневым контуром и сформировалась из опыта вооруженного конфликта в Сирии. Координаты цели определены. Теперь начальник подразделения выбирает средства поражения. На выбор артиллерия, танки, БМП. Здесь все зависит от дальности расположения противника. Азиментальный указатель 32-15, уровень 30-20. Огонь! Сразу после поражения цели танковый взвод должен сменить огневую позицию. Сделать это максимально незаметно для противника помогает маскирующий дым. На поле боя друг друга сменяют танки Т-72Б3 и БМП-3. Прицельная дальность стрельбы у первых до 10 километров. Вторые наносят огневой удар вдвое ближе. Тепловизоры, установленные в тройке БМП, позволяют точно наносить удары днем и ночью. Стрельба ночью, теперь не предстоит никакой сложности. То есть на экране вся местность цели видны как на ладони. Как в компьютерной игре. Навел крестик, нажал перезарядку, выстрел, цель поражена. Смена позиций, выстрелы команды. На учениях фиксируется точность выполнения каждого норматива. И потом, как на экзамене, военные получат оценку. Вера Данилиди, Юрий Санкин, Дон-24, Октябрьский район. Новый рекордный урожай закладывается сегодня. Сегодня идет сейф о зимых. На полях круглые сутки работают пассивные комплексы. Погружая в землю зерна и удобрения, предельно важно уложиться в оптимальные сроки. Наша съемочная группа наблюдала за пассивной в Родионово-Несвятайском районе. Техника в поле работает без перерыва и днем, и ночью. Смена по 12 часов. Таков режим работы во время уборки и сейчас в пассивную. Изредка сцепка останавливается, чтобы загрузить зерно в бункер. Во втором бункере – удобрение. Остановка недолгая и затем снова в поле. Туда, обратно. Только на поворотах берется за рычаги человек. Трактор по прямой едет сам. В кабине установлена автоматическая система управления. Не можно даже чай пить. Не можем, мы чай пьем иногда. Если поле ровненькое, чтобы не трепало. Особенно ночью хорошо. Кофейку, чайку, вернулся, видно все тебе, чтобы нежно не уснуть. То есть сравнить с той техникой? Да, елки, на этой тэшке в пыляке вылезать, не зубы блестят, а столь наедет черный. Это небо и земля, эта техника, да. Зерно зимой пшеницы непривычно золотое, а розовое в оболочке, предохраняющее от болезней, пока не пойдет в рост и не окрепнет. Но для роста нужна вода, а в этом году засуха. Однако осень никто не отменит. И с надеждой на лучшее зерно сеют в сухую землю поглубже. В прошлом году такая же была история. Практически сеяли в сухую землю. Позапрошлом году половина посевной была таким же образом. Ой, я смотрю, выкопали. Да, поэтому здесь осадков было немного. Немножко влажное. Немножко. В целом по району в этом году пшеницу собрали с урожайностью в 33 центни раз гектара. Но общий показатель всех зерновых и ранних и поздних опустился за счет яровых культур из-за засухи. Тех, что сеяли весной с большой надеждой. Ведь до мая было много влаги. Яровые культуры все сминусовали. У нас ячмень дал 19 центеров. В прошлом году давал под 40. Также сминусовали горох, злакобобовую смесь и нут. Они примерно где-то около в районе 12 центеров урожайность была. Кукуруза как? Кукуруза в этом году тоже в два раза меньше дает. 20 центеров по району. Пока засеяна лишь треть площадей крупными хозяйствами. А мелкие, по рекомендациям ученых, приступят к севу чуть позже. Хорошая погода способствует активной работе. А затем вся надежда на обильные дожди и мягкую снежную зиму. Татьяна Бочарова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Родионов, Несвятайский район. Субсидии на покупку техники и гранты на создание кооперативов. О мерах поддержки рыбохозяйственных предприятий говорили на Всероссийском совещании «Аквакультура Юга России». Проблемы и пути их решения. Местом встречи стал Азовский НИИ рыбного хозяйства. Ростовская область – лидер юга страны по производству рыбы – отмечают на совещании. В регионе работают три сотни рыбоводных предприятий. Больше 50 ловят рыбу в Азовском и Черном морях, Цемлянском, Веселовском и Пролетарском водохранилищах. Около 70 предприятий занимаются рыбопереработкой. На субсидии рыбоводам и переработчикам из регионального бюджета за четыре года направлено порядка 200 миллионов рублей. Со следующего года нашли возможность субсидировать покупку техники. Это такое, как бульдозеры, культиваторы, разбрасыватели удобрений до 20% стоимости. Это также значительная поддержка. Мы смотрим возможность создания кооперативов, на которые также у нас имеется возможность выделения грантов. На юге страны объемы производства есть куда наращивать, заверяют участники обсуждений. Но тут ряд проблем. Например, недостает качественного посадочного материала и хорошего корма. А еще сложности с реализацией продукции. Для того, чтобы аквакультурную продукцию реализовать, нужно объединить мелких производителей. А у нас порядка 70% производителей – это супер мелкие по стране. В первую очередь это как раз юга. То есть это производство до 10 тонн в год. Задача как раз региональных властей, мы считаем, и над этим надо работать – создавать кооперативы именно для реализации. Мнениями и мыслями о волнующих вопросах делятся представители рыбохозяйственных предприятий, власти и научного сообщества со всего юга России. Задача – совместными усилиями проблемы решить. Виктория Щетинина, Руслан Хамчиев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Робот устроился на работу в ростовский зоопарк кассиром. Он встречает посетителей у входа, продает билеты или распечатывает купленные онлайн. А скоро еще и начнет рассказывать о жизни зверей. Устройство, разработанное студентами ДГТУ, учится распознавать и анализировать речь людей, чтобы с ними подружиться. Вы можете приобрести билеты в меня. С первого рабочего дня интерес к новому кассиру зоопарка даже повыше, чем к некоторым животным. Маленькие посетители обходят его стороной, смотрят с опаской, изучают издалека. И только самые отважные готовы пожать руку. Пока робот, разработанный студентами ДГТУ, проходит стажировку, работает в тестовом режиме и может только продавать и распечатывать входные билеты. Сейчас будет обкатка, то есть возможны какие-то небольшие сбои, но на этот случай всегда, если даже невозможно онлайн-билет взять у робота, то в кассах будет возможность выдачи его. То есть мы специально подобрали такой, скажем так, невысокий сезон, когда не очень много посетителей, чтобы отработать именно всю эту систему. Я думаю, уже к высокому сезону следующего года эта система будет уже отработана и будет уже не один робот. Подучившись, робот сможет выводить на сенсорный экран новости о животных зоопарка и анонсировать мероприятие. А еще жестикулируя, отвечать на вопросы посетителей, распознавать и анализировать их речь, чтобы подружиться. Пока же человек и машина говорят на разных языках. С появлением робота-кассира стала возможна продажа онлайн-билетов через сайт зоопарка, что поможет уменьшить очереди указ. Здесь без очереди, быстренько подошел, оплатил и все, причем безналично, это очень удобно. Детям нравится. И детям нравится, да, игрушка, поздоровались, пообщались с роботом. Очень интересная, забавная. Я услышала по радио, что появился робот. И думаю, заодно мы сходим, посмотрим животных и робота. Я, например, не буду, потому что я уже в таком возрасте, что мне сложно, а, наверное, дети мои будут пользоваться. И лучше в кассу. Специально для работы на улице разработчики усовершенствовали корпус робота, сделали его высокопрочным, водонепроницаемым и оборудовали антивандальным монитором. Екатерина Лободина, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Жители и гости Ростова получили уникальную возможность сыграть в самую ожидаемую игру этого года «Человек-паук». Шатры PlayStation стали порталами в другую реальность и порадовали гуляющих по Ростову. Игра «Человек-паук» предлагает геймеру вместе с главным героем Питером Паркером превратиться в умелого борца с преступностью. Преодолевая препятствия, вы оттачиваете свои навыки ловкости, быстрого мышления и оперативного реагирования. Играть в нее лучше всего на PlayStation 4 Pro и на телевизоре Sony с поддержкой технологии 4K и HDR. «Человек-паук» спасает город из злодеев. А графика в игре просто отличная. Игра года однозначно. Довольно-таки веселая в плане того, что дает почувствовать себя человеком-пауком. Для детей это, думаю, замечательно. Полное погружение в сюжетную линию и высокая четкость картинки поражает заядлых зрителей в играх «Детройт. Стать человеком» и «Гот оф Гор». А для любителей виртуальной реальности была построена отдельная зона со шлемами и контроллерами прицеливания. Для тех, кто предпочитает играть вместе со своими друзьями, была доступна подборка многопользовательских игр «Плейлинк». Геймеры не только испытали новые эмоции, но и получили памятные призы. Мария Филинкова, Фатима Зурабова, Андрей Токарев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Юный ростовчанин Гриша Алифиров стал участником шоу Максима Галкина «Лучше всех». Продюсеры сами заметили его познавательный блог в интернете и пригласили в Москву. 16 сентября о нашем восьмилетнем зоологе узнала вся страна. Гриша обожает птиц и мечтает стать орнитологом. Прямо в эфире программы сбылась его мечта о собственном попугай Жаком. Теперь подарок живет в ростовской квартире. Ее зовут Мишель. Она летает, любит общаться и учится разговаривать. А Гриша продолжает увлекаться биологией, географией, экологией и сам увлекать этим окружающих. И сегодня Гриша, который лучше всех разбирается в птицах, у нас в студии. Здравствуй, Гриша. Здрасте. Как тебе на большом экране было? Нормально, я не нервничал. Я просто расслаблена, шел уверенно. Вся наша большая страна теперь узнала, что ты большой знаток птиц. И почему больше всего ты интересуешься именно птицами? Потому что птицы борются с выделителями на деревьях, а деревья нам дают кислород. Получается, птицы нам нужны как воздух. Ты знаешь такую птицу? Да. Кто это? Это щегол. Обитает в лесах России. Он даже есть в Ростовской области живет. Да. То есть это нам знакомая птичка. А вот следующее. Это гадужный тукан. Обитает в Бразилии и рядом с Панамой. Вы знаете, для чего ему такой большой клюв? Чтобы очищать фрукты. Амадина Гульда обитает в тевере Австралии. В Австралии. Попугаи мне относятся. Это птицы именно. Школьники начинают изучать биологию в шестом классе. Ты сейчас учишься только во втором классе, но уже так много знаешь о птицах. Где ты берешь информацию? Много читаю о книгах и знаю в Википедии и в интернете. Нахожу фотки и узнаю их. Это неразлучники. Обитают они в Мангаскаре и в Африке. Вы знаете то, что они выбирают себе пару на всю жизнь. Даже если они разлетаются на две стороны, чтобы себя лучше слышать. Это Красная Ага или Макао. Обитает он в Мексике и в Амазонии. А голос у них громкий? За пять километров слышно. А следующую картинку? Попугай Жако обитает в Африке. Вы знаете, что он занесен в книгу рекордов Гиннеса, потому что его можно научить говорить до тысячи слов. Максим Галкин подарил тебе попугая, которым ты мечтал. И это, я так понимаю, Жако. Да. И Максим мне сказал, ну что, будешь везти своего Жако в Ростов-на-Дону? Я сказала, ну, конечно. Ростовчан-то надо порадовать, что мы были лучше всех. Нам подарили этого попугая. Какая радость. Насколько я знаю, ты хочешь, когда вырастешь, стать орнитологом. Похоже, с выбором профессии ты уже определился. Расскажи, вот о чем ты мечтаешь? Мечтаю поехать в Бразилию, в Австралию и даже в Катар. Просто там разводят голубых храк, который самый редкий вид обитает в Бразилии. И еще я мечтаю открыть школу биологии, где каждый ребенок сможет учиться. Отлично. Я желаю тебе удачи. Очень рада, что ты пришел к нам в студию. Спасибо тебе за интервью. Обмен голами. За полторы минуты футбольный Ростов сыграл в ничью с Уралом и идет в чемпионате вторым. Возраст 80 лет, готовность к труду и обороне полная. Ростовчанка сдала нормы ГТО на золотой значок. Сразу десяток олимпийских чемпионов на празднике прыжков в высоту в шахтах. Их собрал чемпион игр в Пекине Андрей Сельнов, завершивший свою карьеру. Такую музыку редко где услышишь. Юрий Башмет открыл свой фестиваль в Ростове Шубертом Глазуновым и Брухом. Сотрудники Банка ВТБ приняли участие в масштабной акции «Новый Ростов. Здоровый Ростов». Ее главная задача – привлечь жителей города к профилактике серьезных заболеваний. Раз в три года каждый должен проходить диспансеризацию. Но, как показала практика, профилактические осмотры особо никто не жалует. Поэтому врачи решили выйти сами к своим пациентам. Одним из первых откликнулось руководство Банка ВТБ. Здоровый коллектив – залог успешной работы компании. В этом уверены представители Банка ВТБ. Потому призыв медиков провести медицинский осмотр прямо на предприятии поддержали сразу. Как можно было отказаться, когда 10-я поликлиника предложила без отрыва от производства приехать и провести всем сотрудникам чекап? Я считаю, что превентивная забота о своем здоровье – это наибольший вклад в будущее каждого человека. Проверить уровень холестерина и сахара, сдать кровь на онкомаркере, провести полное обследование сердца и эндокринной системы. А главное – быстро и без долгой очереди в больнице. Более полутора тысяч человек уже прошли исследования на предприятиях, в центрах социальной защиты населения. И выявляются риски, более 60% – это риски сердечно-сосудистого заболевания, артериальная гипертония очень часто. Более 600 человек сдали кровь на онкомаркеры. И вот у 42-х человек выявлена именно онконастороженность. Всех, кому необходимо дальнейшее обследование и лечение, направят в специализированные медучреждения. Оксана Мельничук, Тагир Фаттахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Олимпийский чемпион Андрей Сельнов объявил о завершении карьеры и попрощался с профессиональным спортом на детско-юношеском турнире «Донская высота» в родном городе Шахты. В гости прыгун в высоту пригласил еще десяток чемпионов Олимпиад и мировых первенств. Коллег – легкоатлетов Лебедеву, Чичерову, Ухова, Слесаренко, Лысенко и легендарного пловца Александра Попова. Проплыть тысячу с чем-то километров. Не надо останавливаться, когда плывешь. Сколько нужно проплыть, чтобы стать лучшим в мире спортсменом – не детская фантазия, а цитата самого Александра Попова. Пусть и не дословная. Четырехкратный олимпийский чемпион делится с юными шахтинцами секретом взятия вершин и раздает автографы. У меня это вызвало очень бурные эмоции. Я просто рад этому. У нас такой возможности не было. Когда мы были маленькими, когда мы шли к своим высоким победам. Поэтому, если даже для детей это мечта, если это для них является, скажем так, мотивирующим фактором, мы всегда рады поделиться. Мотивирует к победам 11 всемирно известных спортсменов. Чемпионы и призеры Олимпиад, чемпионы мира и Европы. Собрал золотую команду Андрей Сельнов. Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту организовал в родных шахтах детско-юношеский турнир. И сегодня на нем объявляет об уходе из профессионального спорта. Я в этом городе вырос, я этот город люблю. Я в нем, как говорится, добился определенных успехов первых. И для меня это очень ценно. Тем более, я начал в этом городе и хочу сделать завершение тоже в своем любимом городе. Кульминация праздника – показательные прыжки звезд легкой атлетики. Планка все выше, аплодисменты громче. Вот взять высоту готовится олимпийская чемпионка Анна Чичерова. А чемпиону мира и России Данилу Лысенко приходится даже отпрашиваться у своих юных поклонников и прерывать фотосессию, чтобы выйти на старт. Такая энергия, мурашки по телу – это здорово, спасибо. И чем больше будет таких мероприятий, тем лучше для всех нас. Я рада и благодарна. И честно, прям кланяюсь за то, что это все сделали, организовали. Турнир «Донская высота» – часть проекта Общероссийского народного фронта «Легенды спорта детям». В разных городах страны проходят спортивные праздники с участием чемпионов. Главная цель – привлечь детей к здоровому образу жизни. Это город олимпийских чемпионов. Мы дальше хотим, чтобы таких городов у нас становилось как можно больше. Россия сильна территориями, глубинкой, поэтому чем больше мы будем двигать, развивать спорт, не только, еще раз повторюсь, в Москве, в федеральных столицах, а по всей России, тем больше у нас будет звезд олимпийских чемпионов. Вдохновленные примером олимпийцев, шахтинцы в скором будущем готовы пополнить чемпионский список новыми именами. Мы привели своих спортсменов, начинающих, молодых, которые увидели живых, настоящих звезд, не звезд популярной эстрады и так далее, а настоящих героев, на которых надо равняться. И они увидели, я думаю, что этот огонь в глазах, который у них сейчас только разгорается, который только-только начинает гореть, разгорится с новой силой. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, Дон-24, Шахты. Готовым к труду и обороне можно быть и в глубоком пенсионном возрасте. Упражнения на пресс, отжимания, плавание и бег на 2 километра. Все эти нормативы ГТО сдала 80-летняя ростовчанка и теперь получит золотой значок. Фиксировала процесс наша съемочная группа. Эмма Ермоленко пришла сдавать нормы ГТО вместе с внучкой. Ведь это ее идея, значит, и поддерживать должна лично. Легкая разминка и выход на старт. На старт, внимание, марш! Начинает с простого, наклоны вперед на гимнастической скамье, после отжимания от стула. Дальше упражнения на пресс. В 80 лет их необходимо сделать 8, что несложно, если спортом занимаешься всю жизнь. Училась в 22-й школе и у нас там спортивные были обязательно занятия в ДФК на крепостном. И там сдавали мы нормы ГТО, там тоже было у нас. И метание гранат было, и бег. И что у нас, волейболом я очень любила заниматься. Свой золотой знак внучка Эммы Николаевны Людмила получила еще в прошлом году. И сегодня поддерживает бабушку с полным знанием дела. Бабушка прям загорелась, потому что у нас семья спортивная. У нас мама, у меня сыночек, муж. Все выполнили нормативы, а бабушка говорит, а почему вы меня не приглашаете? Говорит, так, меня тоже помоги записать в интернете, мы зарегистрировались на сайте gto.ru. И вот пришли сегодня в назначенную дату. Самый, пожалуй, сложный этап – кросс на 2000 метров. Но и в беге Эмма Ермоленко тренированная, периодически выходит на пробежку с внуком. Мне тоже захотелось, почему бы нет. Потому что я большее время провожу с ним. И в парке он бегает, я его догоняю, иногда не догоняю уже, но бывает. И там у нас в парке спортивная площадка, он занимается, я занимаюсь немножко. Сдать нормативы может каждый. Для этого желание свое необходимо оформить регистрация на сайте ГТО. Это прекрасно, что люди в таком возрасте стремятся. У них горят глаза, есть желание, у них получается. Они приходят зачастую всей семьей на награждение. И приятно видеть, когда вся семья сдала нормы ГТО, когда они здоровые, когда они бодрые. За два года работы Центра тестирования в Ростове нормы ГТО сдали больше 7 тысяч человек. Свой золотой значок Эмма Ермоленко получит уже в октябре. Елена Ребжанова, Руслан Хамчиев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Полторы минуты в самом начале второго тайма стали взрывом в матче «Урал-Ростов». Футболисты мгновенно обменялись мощными ударами, забили по голу и зафиксировали результат встречи. Первую половину острее провел наш клуб. Несколько раз близки были к цели Сигурдарсон и Паршевлюк, но вратарь и защитники мяч в сетку не пускали. У хозяев моментов практически не было, но сразу после перерыва им удался классический угловой подача и удар головой. Фланговые игроки сегодня особенно, не особенно в каждую игру, я думаю, что привносят остроту при подаче. Поэтому готовились к этому, и к этому, и к полу, и к всему готовились, понятно. И к стандартам готовились, но побед пропустили. Ростов ответил буквально тут же. 47-я минута, 1-0. 49-я, 1-1. Гулиев вошел в штрафную, прострелил на Ионова, и тот по накатанной с матча за сборную был точен. После этой ничьей наш клуб идет в чемпионате вторым. Следующий матч в субботу дома с Уфой, которая, кстати, сейчас тоже вторая, но с хвоста. Неоконченная симфония Шуберта начался в Ростове музыкальный фестиваль Юрия Башмета, а сам маэстро солировал в древнееврейских мелодиях бруха. Редко исполняемые произведения молодые многообещающие музыканты, Башмет всеми силами поддерживает уникальность фестиваля в родном городе. Юрий Башмет неизменно приезжает в родной город в сентябре, каким бы трудным ни был гастрольный график. Вот сейчас он прилетел в Ростов сразу после азиатского турне, которое провел со всероссийским юношеским симфоническим оркестром в Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле. Каждый раз, оказываясь в городе, где я родился, оцениваю всю свою жизнь. Вот что произошло за последний год, уже от фестиваля к фестивалю, такой счетчик включен. Самое главное для нас то, что сам Юрий Абрамович с большим удовольствием приезжает и не только, можно сказать, посетить и посмотреть родную землю, а он действительно работает в этом рамках фестиваля и как дирижер, и как солист, и привозит и творческие коллективы. Греческий скрипач Джаниан Элис Кадеша исполняет скрипичный концерт Глазунова. Звучит он редко, и вообще это в стиле Юрия Башмета. Привозить в Ростов много музыки, которая нечасто исполняется в концертных залах, которая как тест на профессионализм только у Башмета или его оркестра. А больше никто в мире не рискует исполнять. Среди, скажем так, обезличивания музыки очень, скажем так, эти краски, они как-то, не знаю, делают жизнь, что ли, немного необычной среди той музыки, которая сейчас повсюду слышится. Когда маэстро Башмет берет в руки альт, публика замирает. Для альта пишут вообще редко, а сейчас, кажется, только для самого Башмета. И вот древнееврейская молитва Бруха для альта с оркестром. Когда он солист, он солист. У него, конечно же, есть свои пожелания, есть свои просьбы. И он, естественно, авторитет для нас. Он музыкальный руководитель. Но он позволяет им управлять. Он очень компромиссный человек в этом смысле. Гастроли, мастер-классы на вопрос, а не сложный ли это график. Маэстро отвечает, это приятная усталость, это положительные эмоции. И приводит, в пример, 200 концертов в год Встислава Ростроповича. И причем я не помню ни одного его выступления, какого-то без, хладнокровного, без отдачи на сцене. Это обязательно страсти, эмоции. Вот, ну, я надеюсь, что мне как-то тоже хватит еще сил. Вот сейчас я и проверяю. Галина Белоусова, Виталий Стопаков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Такое мы увидели неделю на Дону. В студии была Анастасия Натальевич. До встречи на неделе следующей. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова